Хлебом с солью здесь встречают последователей и родственников великого кардиохирурга, лауреат государственной и ленинской премий, герой социалистического труда, академик Александр Бакулев, родился и рос в этой усадьбе. Один раз в пять лет на Вятской земле проходят бакулевские чтения. Это и конференции, и встречи, и театрализованные экскурсии, в которых о Бакулеве говорят как об учителе, родоначальнике некоторых направлений медицины и даже как об ученике. Иди сюда! Делал что-либо? Вот, вот, да я как-то у меня все сделал. И тропу носил, и самовар истопил. Истопил? Самовар? Это хорошо. Ну, возьми вот требник, читай. День-то сегодня какой. Так маленький Саша взялся за учебу. Достижение этого уроженца Вятской земли сложно переоценить. В 1948 году он провел первую в истории медицины нашей страны операцию на сердце. Тогда 15-летняя Регина с врожденным пороком сердца получила возможность жить. Казалось бы, сердечко – это маленький орган. У каждого человека сердце его размером с его кулачок. У меня побольше, у вас кулачок поменьше, вот такое у вас сердечко. Казалось бы, маленький орган, но этот орган дает нам жизнь, правильно? Это, пожалуй, единственный орган, который страшно остановить. Любой другой орган можно остановить на время, да? А сердце остановить на время очень сложно. С помощью аппаратуры это делается. Не случайно древние говорили, что у нас в сердце эмоции и душа. А без души человек жить не может, и без сердца тоже. Позднее Александр Бакулев создал Институт сердечно-сосудистой хирургии, на базе которого был образован современный научный центр имени Бакулева. Крупнейший в мире, с гордостью говорят его сотрудники. Сейчас там проводится 13 тысяч операций в год. 20 лет работаю скоро, и, в общем, мы создали целое направление. Раньше не было такого направления, как история среди сосудистей хирургии. Мы его создали, создали музей, у нас есть книги, есть ученики, которые зачитали диссертации по истории хирургии сердца и сосудов. Часть экспозиции в доме музея Бакулева посвящена одному из выдающихся учеников хирурга Евгению Мишалкину. Его именем назван научно-исследовательский институт в Новосибирске, представители которого тоже не смогли пропустить бакулевские чтения. Окунуться в родное место, где родился Александр Николаевич Бакулев, очутиться в его имении и участвовать в этой конференции для меня лично – это огромная честь. Вятская земля, она известна не только такими выдающимися людьми, но огромным количеством знаменитостей, поэтому надеюсь, что ваша благодатная земля будет еще давать столь успешных людей. Гости приехали не с пустыми руками. Среди новых экспонатов музея теперь пластинка с записью голоса Александра Бакулева. Еще одним уникальным моментом четвертых бакулевских чтений стал круглый стол в стенах Кировской государственной медицинской академии с участием будущих светил медицины.